До нового года остается менее 13 дней. В информационной студии телеканала «Север» Иван Никонов. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем вам о самых главных событиях этого дня. Жители Ненинского округа могут сэкономить семейный бюджет при покупке авиабилетов. Продажа билетов по субсидируемым тарифам на 2020 год уже открыта. В Мурманске прошло заседание Президиума Госкомиссии по развитию Арктики, в ходе которой были рассмотрены перспективы развития Северного морского пути. Вопросы, касающиеся повышения качества жизни в арктических регионах. Добровольческое движение в регионе с каждым годом набирает обороты, в том числе благодаря федеральной поддержке. На Ринмаре прошел пятый ежегодный слет добровольцев. Об этом и других событиях расскажем в ближайшие 20 минут. Глава региона Александр Цибульский и его коллеги из Архангельской и Мурманской областей, Республики Коми и Ямало-Ненецкого округа приняли участие в заседании Президиума Госкомиссии по развитию Арктики, которое прошло в Мурманске под председательством вице-премьера России Юрия Трутнева. В ходе заседания были рассмотрены перспективы развития Северного морского пути, вопросы, касающиеся повышения качества жизни в арктических регионах. По итогам заседания председатель Госкомиссии по вопросам развития Арктики Юрий Трутнев сообщил, что Фонд развития Дальнего Востока, который теперь распространяется и на арктическую зону РФ, направит на реализацию арктических проектов в 2020 году до 15 миллиардов рублей. В рамках работы комиссии обсуждались также вопросы реализации национальных проектов, в том числе касающиеся развития транспортной инфраструктуры арктических регионов. По словам Александра Цибульского, на заседании Президиума Госкомиссии по Арктике было заявлено, что начиная с 2020 года в Арктике начнет работать Агентство по развитию человеческого капитала, которое займется вопросами кадрового обеспечения арктических инвестиционных проектов. На прецессионном заседании Комитета собрания депутатов Ненецкого округа, которое состоялось накануне, депутаты поддержали новый законопроект, направленный на государственную поддержку в сфере развития сельского хозяйства. Завтра в Наринмаре пройдет очередная сессия собрания депутатов Ненецкого округа, а накануне в рамках работы парламентского комитета было рассмотрено 15 вопросов, которые и будут вынесены для принятия решений по ним на сессию. На комитете депутаты поддержали законопроект, разработанный Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса, о государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ненецком округе. В настоящее время развитие агропромышленного комплекса в регионе осуществляется в соответствии с государственной программой развития сельского хозяйства, законом об оленеводстве, другими подзаконными актами. В новом законе сведены воедино все меры государственной поддержки сельхозпроизводителей. Он состоит из 22 статей и включает в себя меры поддержки, виды поддержки, ответственность, неответственность о полномочии органов власти, собрания департаментов, администрации, полномочия органов, то есть департамента, для того, чтобы мы могли гарантировать нашему сельскому хозяйству достаточное финансирование. В некоторых населенных пунктах сельское хозяйство, оно очень важно для самого населения, где является практически отправной точкой рабочей для того, чтобы люди там работали, получали зарплату. Председатель собраний депутатов Ненецкого округа Александр Лутовинов принял участие в заседании Совета законодателей Российской Федерации, на котором обсуждалось качество и доступность медицинской помощи. Заседание Совета законодателей открыл председатель Госдумы Вячеслав Володин. Совет законодателей Российской Федерации – консультативный орган при палатах Федерального собрания Российской Федерации, учрежденный для совершенствования механизмов реализации контрольных полномочий Совета Федерации, Госдумы и законодательных органов-субъектов. На декабрьском заседании Совета парламентария обсудили текущее состояние качества и доступности медицинской помощи в Российской Федерации, а также формирование системы защиты прав пациентов. Участники заседания обратили внимание на ключевые проблемы отрасли. Речь шла прежде всего об обеспечении медицинских учреждений профессиональными кадрами, врачами и среднемедицинским персоналом. Эти вопросы находятся и в центре внимания собрания депутатов Ненинского округа. Как отметил спикер регионального парламента Александр Лутовинов, в 2019 году депутаты собрания поддержали инициативу губернатора округа о принятии ряда мер для привлечения высококвалифицированных кадров в медицинские учреждения округа. Так, с 2019 года врачам, прибывшим на работу в поселок Искатели, либо на Ринмар, выплачивается по 500 тысяч рублей, а врачам, приехавшим в сельский населенный пункт – 1 миллион рублей. Кроме того, студентам, ординаторам, обучающимся по договору о целевом обучении, предоставляется ежемесячная выплата от 3 до 5 тысяч и ежемесячная компенсация за наем жилого помещения за пределами округа по месту обучения. Еще одной серьезной мерой, по мнению Александра Лутовинова, является принятие поправок в окружное законодательство о выплате районных коэффициентов и северных надбавок приезжим медицинским специалистам в полном объеме с первого дня работы. Вот, вот. Кроме того, будут представлены поправки в закон о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения. Руководитель территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого округа Алексей Меринов доложит о бюджете фонда на 2020 и плановый период 2021-2022. Указанные вопросы будут рассмотрены на ближайшей сессии. Она выйдет в эфир телеканала «Север» в четверг, 19 декабря в 10 часов утра. В Ненецком округе и Республике Коми продолжается работа по обустройству зимней дороги, которая свяжет два соседних региона устойчивой наземной инфраструктурой на ближайшие несколько месяцев. Ледовая переправа через Печору в районе села Усть-Уса может открыться уже на этой неделе. Республиканская комиссия по приемке ледовой переправы назначена на 20 декабря. Как сообщили в Усинском ДРСУ, который отвечает за содержание данного участка зимника, в эти дни продолжаются работы по намораживанию ледовой переправы в районе села Усть-Уса. По словам специалиста организации, сейчас в районе населенного пункта около 7 градусов мороза. Такая температура достаточна для выполнения работ. После приемки работы и открытия движения на данном участке, работы по намораживанию будут продолжены. Согласно проекту, максимальная грузоподъемность переправы должна составить 25 тонн. Данный участок республиканского зимника открывает путь на большую землю жителям и предпринимателям Ненинского округа. Всего на зимней дороге в республике Коми три ледовые переправы. Две другие переправы также планируются открыть для движения на этой неделе. Как ранее сообщили в Департаменте строительства ЖКХ энергетики и транспорта Ненинского округа, комиссия по приемке автозимника на Ринмар-Усинск запланирована на 23 декабря. На временной дороге в этом сезоне будет организован дорожно-ремонтный пункт, два КПП, установлены информационные щиты. Будет работать диспетчерская служба и организовано патрулирование. Протяженность главного окружного зимника составит 54 километра 800 метров. Таким образом, с прошлого сезона она сократится более чем на 16 километров. Это произойдет за счет ввода в эксплуатацию третьего участка строящейся дороги на Ринмар-Усинск. Жители Ненинского округа могут сэкономить семейный бюджет при покупке авиабилетов на 2020 год уже сейчас. По информации Департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Ненинского округа, продажи билетов по субсидируемым тарифам уже открыто. Авиакомпания «Ютер» открыла продажу билетов по субсидируемому тарифу по маршруту Неринмар-Москва. Льготой с 13 января 2020 года могут воспользоваться молодежь, пенсионеры, многодетные и инвалиды. Кроме того, жители региона могут приобрести билеты по специальным тарифам на рейсы авиакомпании «Руслайн» по маршрутам из окружной столицы до Кирова, Сыктывкара, Екатеринбурга, Уфы, Челябинска. Специальный тариф распространяется на всех пассажиров. Также можно приобрести билеты на 2020 год по маршруту Неринмар-Санкт-Петербург на рейс авиакомпании «Нордавия». Специальный тариф также распространяется на всех пассажиров. В окружном профильном ведомстве также сообщили, что «Нордавия» после заключения соглашения с Росавиацией планирует открыть продажу билетов на 2020 год по специальному тарифу на авиарейс по маршруту Неринмар-Архангельск, который планируется выполнять два раза в неделю. Еще один льготный тариф в этом же направлении будет действовать по региональной программе. Воспользоваться им смогут молодежь и пенсионеры. Согласно постановлению, на каждый рейс в одном направлении определена квота мест в размере 10 единиц. В Неринмаре прошел пятый ежегодный слет добровольцев. По традиции, во Дворце культуры Арктика подвели итоги уходящего года и наградили лучших представителей общественных волонтерских организаций и объединений. Подробности у моей коллеги Александры Литковой. За прошедший год добровольцы, которых в округе насчитывается почти тысяча человек, провели более 50 мероприятий и участвовали в 18 проектах. Заслуженные награды в этот день получили порядка 100 волонтеров Неньского округа. Лучшей добровольческой командой года стал отряд «Импульс» – школы села Коткино. Волонтерское движение в селе Коткино было организовано 6 лет назад. Сейчас в его составе 20 добровольцев. Общественным помощникам здесь всегда есть чем заняться. Постоянно следим за территорией памятника, чистим от снега. Ветеранов войны у нас уже нет. А вот частично пенсионерам, например, чем мы можем помогать, совместно с Союзом Женщин России, с Красным Крестом, иногда делаем открыточки поздравительные, юбилейные, новогодние. Вот уже заново будем тоже делать новогодние открыточки. Вот посильную помощь, то, что дети могут. Добровольческое движение в регионе с каждым годом набирает обороты. В том числе благодаря федеральной и окружной поддержке. Наиболее популярными направлениями являются социальное, культурное, военно-патриотическое и экологическое. Для координации волонтерской деятельности в феврале этого года был создан ресурсный центр поддержки и развития добровольчества. Сейчас оно наиболее актуально, но по всей стране на него делается большой акцент на вовлечение людей в волонтерскую деятельность. И мы стараемся уже работать не только с молодежью, не только с детьми, которые учатся в школах, но и выходить на старшее поколение. У нас в этом году был создан здесь клуб серебряных волонтеров, куда у нас ходят лица старше 55 лет. То есть бабушек наших, дедушек мы также привлекаем в волонтерской деятельности. С приветственным словом от имени главы региона выступила вице-губернатор Наталья Сидорова. Сегодня вы и те общественные организации, которые вы возглавляете, являются равноправными партнерами органов государственной власти. Те идеи, которые вы генерите, они очень часто ложатся в основу принимаемых нами решений. И за это вам отдельное огромное спасибо. В этом году специалисты ресурсного центра выполнили все 9 шагов стандарта поддержки добровольчества в регионах России. А в следующем году будет проходить сертификацию, чтобы официально стать членом Ассоциации волонтерских центров. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. В Ненецком округе состоялось завершающее в этом году заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на территории региона. Подробнее расскажет Наталья Кислякова. Первый вопрос на заседании комиссии о незаконном обороте алкогольной продукции. По итогам 11 месяцев 2019 года было проведено 56 проверочных мероприятий и составлено 27 протоколов. У нас в текущем году, начну с того, что в 2017 году у нас были изменения в уголовной законодательстве, где у нас за повторную реализацию алкогольной продукции физическими лицами была введена уже уголовная ответственность. И в текущем году по данным фактам у нас возбуждены два уголовных дела в отношении физических лиц за неоднократность. То есть два лица в этом году у нас. Но это в основном у нас те, кто занимается, так сказать, ночной доставкой. Что касается правонарушений в сфере незаконного оборота промышленной продукции, проводился ряд проверок, которые коснулись магазинов, медицинских и образовательных организаций, точек общепита и пищевой промышленности, станции технического обслуживания предприятий сферы ЖКХ и салонов красоты. В ходе проверок фальсифицированных, контрафактных и запрещенных к возу на территории Российской Федерации товаров не выявлялось. Управлением за 11 месяцев в отношении виновных лиц составлено 163 протокола об административных пронарушениях по 20 статьям КАПРФ. Из них 149 составлено по результатам проверок управления, 6 по результатам проверок прокуратуры, 4 по материалам проверок администрации города Наринмара, 1 по материалам проверки ГЖИ и 3 по материалам ОМВД России по НАУ. По административным делам вынесено 157 постановлений, в том числе управлением 130. Из них назначено 25 предупреждений, устных замечаний и 105 штрафов. Говорили на заседании и о ситуации, а также принимаемых в мерах, в сфере незаконного оборота лекарственных препаратов и медицинских изделий на территории округа. Проводился мониторинг на наличие просроченных препаратов, пришедших в негодность и фальсифицированных лекарственных средств. Организован мониторинг безопасности лекарственных препаратов и медицинских изделий. Для того, чтобы предотвратить попадание на территорию округа фальсифицированных лекарственных препаратов и медизделий, все фарм и медорганизации в основном работают с крупными поставщиками, имеющими хорошую репутацию. До сегодняшнего момента мы не получали в медицинских организациях и фарм-организации фальсифицированные лекарственные препараты. Кроме того, у нас налажено регулярное получение информационных писем из Росздравнадзора, которые информируют участников обращения лекарственных препаратов о том, что определенные серии препаратов вызывают сомнения. По крайней мере, за последние три года мы не изымали лекарственных препаратов, у которых было подтверждено, что это фальсифицированные лекарственные препараты. На заседании также рассмотрели вопросы о работе участковых по профилактике незаконного оборота промышленной продукции на Селем. В Ненецком округе в 2019 году было очищено более 50 километров береговой линии. Минприроды России подвело итоги экологической акции «Вода России», в которой приняли участие около 1 миллиона волонтеров из 85 субъектов страны. Ненецкий округ занял 40 место в рейтинге субъектов участников акции. В регионе в акции по очистке береговых водных объектов приняли участие около 660 человек, а протяженность очищенных берегов и прилегающей акватории водных объектов составила почти 54 километра. По результатам проведения акции Минприроды России составила рейтинг самых активных субъектов. В пятерку лидеров вошли Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Саха-Якутия, Калужская область и Саратовская область. В аутсайдерах Севастополь, Московская область, Москва, Свердловская область и Удмуртия. По словам экспертов, при составлении рейтинга учитывалась протяженность очищенных берегов, количество принявших участие волонтеров и общая численность проживающего в регионе населения. Для нашего малочисленного региона 40 место – это серьезный результат. В 2019 году по итогам акции был установлен рекорд. Волонтеры провели уборку более 24 тысяч километров береговой линии, что сопоставимо половине длины экватора Земли. До Нового года остается меньше двух недель, а работники учреждения культуры уже в полной боевой готовности. Сегодня на главной площади поселка Искатели прошла традиционная зимняя акция клуба созвездия «Не мерзни». Дед Мороз и его свитов вместе с детьми водили хороводы и развлекали себя народными играми и забавами. Не обошлось и без сладких подарков. Но главная цель мероприятия – не только весело провести время, но и с пользой. В этом году к участникам акции «Не мерзни» присоединился инспектор госпоженодзора МЧС России. Он провел беседу с подрастающим поколением о правилах пожарной безопасности и обращении с пиротехническими изделиями. А также напомнил об основных правилах поведения при пожаре. При покупке нужно обязательно ознакомиться с инструкцией, обязательно нужно посмотреть целостность упаковки. При непосредственном запуске нужно правильно выбрать место, чтобы рядом не было автомобилей, рядом не было зданий, сооружений, линий электропередач. Выдержать все безопасные расстояния. Также особое внимание – это не позволять, это уже со стороны взрослых, не позволять детям использовать пиротехническую продукцию. То есть ни в коем случае не поджигать фитиль, не устанавливать ее. То есть все находятся на безопасном расстоянии, чтобы Новый год не был испорчен травмами и пожарами. И к этому часу у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.